По старым правилам, на срочную службу в рамках весеннего призыва отправят мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Анонсированное ранее изменение нижней и верхней возрастных планок с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет планируют поэтапно начать в России с будущего года. Призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля. С 1 апреля вручаются согласно 53-го федерального закона повестки, также обзваниваются ребята по телефону и на сайте госуслуг электронные повестки, направляемые. Ребята приходят в назначенный день, в указанный день, проходят медицинскую комиссию полную и проходят на заседание призывной комиссии, которая проходит тоже в здании военного комиссариата. Призывников не будут направлять в горячие точки, в том числе и в зону проведения специальной военной операции, пояснил Роман Сазонов. Больше 550 нижегородцев направят в элитные воинские части. Около 10 будут служить в президентском полку Федеральной службы охраны. Среди них один саровчанин. 100 человек отправятся в Семеновский и Преображенский полки, 250 – в ВДВ. 10 нижегородцев отправят в научные роты. Из Сарова в научные роты отобрали сразу 11 человек. После окончания учебы в Сарфатыни, я прошел на работу и мне пришла повестка. Нам порекомендовали службу в научной роте, в которую мы все подали документы. И теперь проходим медкомиссию для дальнейшего прохождения службы в научной роте. Хотел бы служить в научной роте, так как закончил институт и хотел бы дальше заниматься наукой. А научный рот как раз предполагает занятие наукой на пользу нашей Родины для обеспечения ее безопасности. Всего вооруженные силы призовут 147 тысяч человек. В регионе на службу отправятся более 3 тысяч призывников. Около 50 из Сарова. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Продолжение следует... Продолжение следует...